Девушки отдыхают Двадцать раз в день. По двадцать капель в течение двух недель. Ах, спасибо, доктор. Арсений, скажи доктору спасибо. Одну минуточку. Константин Георгиевич, вас к телефону. Ну, ну, мы тогда пошли. В любое время. Да-да, слушаю вас, что случилось. Ой, вы знаете, у нас, кажется, бантик заболел. Отравился. Порода. Питинез очень мучается. Адрес. Улица Могилевского, маршала Могилевского, дом 2, квартира 17. Я еду. Едет. КОНЕЦ Здравствуйте. Добрый день. Проходите. Куда? Вот туда. Здравствуйте. Бедный так мучается. Разберемся. Позвольте. Знаете, действительно, сейчас-сейчас, похоже, что уже бандик отравился. Что он ел? Да не знаю. На улице вырвался, побежал к помойке. Ясно. Ну что, будем делать промывание. Ой, доктор, а нельзя ли что-нибудь от боли? Ну, ведь так мучается. Жалко. Ну, хорошо. Я ему сделаю укол. Я сейчас приготовлюсь, а вы, пожалуйста, зафиксируйте собачку. Угу. Потерпи ей, бантик. Почему бантик? Мне показалось, ваша хозяйка называет собаку бантик. Правильно, бантик. Я все время подрабатываю. Минуточку. Гражданин Бурмакин. А что, в чем, собственно, дело? А дело в том, что мы из 10-го спецотдела по борьбе с наркотиками. Гражданин Бурмакин, вы обвиняетесь в незаконном приобретении, хранении целей сбыта и перевозке наркотиков. Минус-минус-минус-минус. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну пожалуйста, купи мне собачку, я ее буду лечить и кормить, пожалуйста, только купи Доченька, мне нужно все хорошенько обдумать Сегодня в Щукинском суде слушается довольно странное дело Мирного ветеринара обвиняют в сбытии и применении наркотических средств при обезболивании больных собак Препарат, который использовал врач, занесен в список наркотических веществ Но вся интрига в том, что препарат Альфавин был широко рекомендован ветеринарией при наркозах и обезболивании Привет! О, здорово! Видишь, что творится-то? А я рад, что общественность так реагирует Это же просто какое-то издевательство на здоровом смысле Ну собачек действительно жалко, они же страдают А людей? Людей тебе не жалко? Господин адвокат, несколько слов о процессе Ну я могу сказать лишь одно, что мы не допустим несправедливости, да? Да Здравствуйте, Марина Андреевна! Привет! Извините, что опоздала Да нет, ничего страшного Видели, что на улице творится? Ну конечно! Чай будете? Да, с удовольствием А вы в курсе, что по Москве целая волна подобных процессов прокатилась над ветеринарами? Ну да, конечно! Госнаркоконтроль устроила тотальную проверку В Черемушках вчера дело началось В Бауманском уже два месяца топчется, в Бутырском, ой, много Да, не понимаю, чем им бедные ветеринары-то помешали? Нет бы нормальных наркоторговцев ловить Ну что ты думаешь, это так легко? Ну нужно думать, организовывать, агентов внедрять А с ветеринарами все очень просто Устроил засаду в кухне, позвонил, вызвал Ну и ветеринары еще со состраданием вколят твоей собачке все, что ты захочешь Особенно, когда денег заплатишь Да, ну собачек действительно жалко, они же страдают Ну да Так А ты сама? Не хочу! Прошу всех встать, суд идет Прошу садиться Слушается уголовное дело в отношении Бурмакина Константина Георгиевича, ранее несудимого, обвиняемого в свершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере» Дело служится в составе председательствующего судей Серегины Марины Андреевны при участии государственного обвинителя прокурора Зубова Андрея Викторовича, адвоката Шпагина Константина Олеговича, пресс-секретаре Ухова Инги Виталия Подсудимый, встаньте Я разъясняю вам ваши права Вы имеете право возражать против обвинения, отказаться от дачи показаний, заявлять отводы, подавать ходатайство, представлять доказательства, знакомиться с протоколом судебного заседания, обжаловать приговор суда Вам права понятны? Да, Ваша честь Спасибо, садитесь У участников процесса есть ходатайство? Нет, Ваша честь Нет, Ваша честь Судебное разбирательство объявляю открытым Слово предоставляется государственному обвинителю Пожалуйста Ваша честь Суть обвинения предельно проста и ясна Вечером 17 сентября сего года В результате операции 10-го спецотдела по борьбе с наркотиками Подсудимый Бурмакин был задержан при попытке сбыта препарата Альфавин-254 В момент задержания у Бурмакина наркотик был обнаружен в особо крупном размере У меня все, Ваша честь Суд начинает опрос свидетелей со стороны обвинения Пригласите, пожалуйста, свидетеля в зал Музалева Виктория Ивановна Сотрудник 10-го спецотдела по борьбе с наркотиками Скажите, это вы проводили операцию по задержанию гражданина Бурмакина? Да, я была старшей в группе Вы можете рассказать что-нибудь о ходе самой операции? Я позвонила в ветеринарную клинику И договорилась о визите Бурмакина для помощи собаке, которая якобы отравилась некачественной пищей Бурмакин согласился приехать по указанному мной адресу Осмотрев собаку, Бурмакин поставил диагноз отравления Я попросила дать собаке что-нибудь обезболивающее, помочь ей, чтобы она не мучилась Бурмакин согласился, для чего взял одноразовый шприц Набрал в него жидкость из одного из флаконов с надписью 10 мл альфавина В этот момент оперуполномоченный Струков остановил его, предъявив свое служебное удостоверение Скажите, а как реагировал Бурмакин? Он пытался скрыться или оказать сопротивление? Да нет, он скорее растерялся Мы объяснили ему, что это оперативный эксперимент Проводилась контрольная закупка и он задержан за сбыт наркотиков Ну а на следующий день наша следственная часть возбудила уголовное дело в отношении Бурмакина По обвинению в незаконном хранении приобретения в целях сбыта и перевозки наркотиков в крупном размере И последнее, поясните, почему следствие сочло количество наркотика крупным? Дело в том, что в каждом флаконе находилось под 10 мл альфавина То есть наркотики в крупном размере У меня все, Ваша честь Спасибо, у защиты будут вопросы к свидетелю Да, Ваша честь, если позволю Скажите, пожалуйста, вот вы начинали свою речь и сказали, что собаку якобы отравили А потом вы говорите, что приезжает Бурмакин, который фиксирует факт отравления Это что же получается? Вы специально отравили собаку? Да нет, это был ослабитель И потом хозяин был поставлен в известность В деле есть его расписка Ну расписка это хорошо, но собаке же было больно Вам не жалко? Но в тот момент это было самым оптимальным Ваша честь, хорошо, что не была оптимальна в аварию, чтобы собака попала Или там лапу сломать собаке Протест, Ваша честь, это просто издевательство Протест принимается, я просила бы господина адвоката быть более корректным Хорошо, Ваша честь Продолжайте Да, простите Пожалуйста Вы меня поправьте, если я вдруг ошибусь Постановление пленуму Верховного суда Под сбытом понимается любая передача наркотиков другому лицу Дарение, продажа, отдача в долг, ну и введение инъекций Как и в нашем данном конкретном случае Правильно? Нижнее, введение инъекций Правильно Ага Ваша честь Лиц, в принципе, бывают два вида Это лицо юридическое и лицо физическое А лицу юридическому, ну, в принципе, инъекцию ввести невозможно Значит, мы говорим о физическом лице, да? Так Ага Ваша честь, у нас проблемы с законом большие будут Потому что я требую, чтобы в зал суда было доставлено это физическое лицо Поскольку оно свидетель, а в данном случае еще и потерпевший Я просила уточнить защиту, кого вы хотите вызвать в суд для дачи показаний? Сейчас, одну секундочку Скажите, а как звали собаку? Банди Я хотел бы вызвать Банди Но, если Банди вдруг откажется, тогда пусть господа приставы поедут домой И привезут собаку насильственным путем в суд Хорошо У защиты будут еще вопросы к свидетелю? Нет, больше нет Я прошу тишину в зале Спасибо, садитесь Альфавин 254 Или гидрохлорид альфавина Сильно действующее психотропное средство Галлюциноген Применение его в больших дозах может повлечь и психоз, и потерю ориентации Те же галлюцинации Вызывает тревогу, страх А регулярное его употребление неминуемо приводит к хроническому психозу И слабоумие Скорее всего, именно по этой причине Альфавин не был включен в список рекомендуемых практическому применению в медицине препаратов По действующим нормам Большим объемом данного вещества Считается доза от 0,02 до 1 грамма То есть это как раз наши, в смысле, нами рассматриваемые случаи Ваша честь, вы позволите? Пожалуйста Евгений Христофорович, скажите, пожалуйста Раньше альфавин был внесен в список препаратов, которые можно использовать? Да, да, конечно И это было повсеместно, да? Его очень широко применяли То есть практически везде? Можно сказать и так Скажите, пожалуйста, а это не из-за того, что альфавин является одним из немногих препаратов такого качества? Нет, ну почему же? Есть и другие препараты Но этот самый эффективный То есть он действительно избавляет от боли животного, а не просто делает его без движения И все, да? К сожалению, так Ваша честь, что же получается? Что ветеринар, который делает операцию, он встает перед выбором Или он не вкалывает препарат альфавин и животное мучается Или вкалывает его, но сразу же попадает под статью Уголовного кодекса Российской Федерации Или же наоборот Режет по живому, просто берет и режет животное И также сразу попадает под статью Уголовного кодекса Российской Федерации 245-ю это жестокое обращение с животными Ваша честь, проблема в том, что чиновники очень халатно относятся к своей профессии Они просто не внесли этот препарат в список возможных к употреблению А мой подзащитный выходит только в том, что он очень хороший специалист Господин адвокат, по поводу халатности Я надеюсь, это же не обвинение ваше, это только предположение Увы, Ваша честь, это не мое и не предположение Вот сейчас мы с вами с ним заседаем здесь А в правительстве люди думают, вносить этот препарат в список или не вносить Мне кажется, внесут, у меня все Спасибо, садитесь, пригласите в зал следующего свидетеля Александра, вы в своем заявлении написали, что Бурмакин плохой доктор Плохой? Ваша честь, он равнодушный Я ему говорю, сделайте что-нибудь, а он мне бесполезно, слишком поздно мол Значит, вы считаете, что смерть вашей собаки наступила из-за равнодушия доктора Бурмакина? Все-таки есть Ваша честь Я не понимаю вообще, как такие равнодушные люди могут работать на такой работе? Ваша честь, протест равнодушный, да? Это понятие очень условное Протест принимается Господин прокурор, будут еще вопросы к свидетелю? Нет, Ваша честь Господин адвокат, будут вопросы? Я бы задал Александр, а скажите, пожалуйста, а как чувствовала себя ваша собака, когда приехала в ветеринар? Ну как? Она страдала Страдала вследствие чего? Аварии То есть ее сбила машина? Да, но она была жива Но чувствовала себя плохо, Ваша честь Я хотел предоставить суду протокол, в котором ясно понятно, что Собаку госпожи Паниной сбил автомобиль на скорости 80 км в час Вот, пожалуйста, Александр, ветеринар, который к вам, как бы он не спешил, когда он приехал, мог констатировать только смерть Она была еще жива? Правильно Это за 45 минут до приезда доктора Ваша честь, я очень хорошо понимаю свидетельницу Конечно, у вас умерла ваша любимая собака, животная Ну скажите мне, пожалуйста, вот вы посадите этого человека в тюрьму, ваша собака воскреснет? Протест, Ваша честь, давление на свидетельную Протест принимается Ваша честь, я очень хорошо понимаю рвение господина прокурора, да? Обличить моральный облик моего подзащитного в самых черных красках Но случай в практике моего подзащитного с госпожой Паниной Единственный, мой подзащитный, очень хороший специалист Я прошу, ты жену в зале Скажите, пожалуйста, вы начальник специального отдела по борьбе с наркотиками Отдаете приказ о проверке ветеринара? Да Позвольте мне сделать заявление Да, пожалуйста Тут господин адвокат пытается всячески нас высмеять, выставить чуть ли не карателями Какие мы каратели? Не мы пишем законы, мы контролируем их исполнение Ваша честь, я очень хорошо понимаю рвение господина генерала Но я не вижу такого же рвения по борьбе с настоящими наркоторговками Протест, Ваша честь Это личное мнение господина адвоката Протест принимается Слушайте, прекратите, в конце концов, здесь судят не нас, а этого нарушителя Повторяю, это не мы устанавливали правила использования альфавина Это не мы его запрещали Мы просто проводили проверку Мы делаем свою работу И я попросил бы относиться к этой работе Если не с уважением, так хотя бы с тактом Попробую Я прошу тишину в зале Заседание Заседание переносится на завтра На десять утра Прошу всех встать Инга, а ты не знаешь, кто это там приехал на иномарках? Ой, да там к Якушкиной целая делегация приехала Да? Ну, типа от общественности А знаете, зачем приехали? По поводу нашего процесса А за кого они будут агитировать? Да я еще не разобралась То ли у этой собачки с хозяйкой именитой родственники объявились То ли у ветеринара Ну, я выясню и доложу Кто б сомневался? Хорошенькая, да? Вон та собака А мне вон та Видишь, беленькая нравится Надя как раз просит купить Ну, с одной стороны хочется С другой стороны Это же такая головная боль Да Да вы не понимаете, уважаемая Ольга Петровна Это же какая-то охота на ведьму получается Да ладно бы на ведьму А то на каких-то ветеринаров Спасибо Ну, что значит, каких-то очень, кстати Неплохие ветеринары Я неоднократно с ними общался Подолго службы Да и собачек они наших Лечили неплохо Да и кому они мешают, безобидные ветеринары? Вот именно Какой-то, извините, там Харек Забыл внести данный препарат в реестр И что получается? Спецотделы устроили Просто кавалерийскую атаку на бедных ветеринаров Думаете, вы одни такие? Да это же целая компания За полгода спецотделам по Москве Проведено 11 мероприятий По выявлению незаконного оборота Альфа-Вина Я в курсе Да вы не понимаете 11, это значит Опера из этого ведомства 11 раз устраивали эти спектакли с задержанием Видя засада Собаки заражены Да черт себе что! Ладно Первый раз не получилось у них Но после этого Они возбудили 10 уголовных дел Хорошо Что вы от меня хотите? Между прочим готовится поправка к закону Отменяющий запрет Альфа-Вина А ваши суды по инерции пытаются упрятать бедных несчастных ветеринаров за решетку Да знаете, не по инерции А согласно букве закона Ольга Петровна, голубушка Давайте договоримся так Вы придержите пока приговор А вось указ и до вас дойдет А что значит придержите? Слушайте Кем вы себя возомнили? Перестаньте оказывать давление на суд Да господство! Разве мы оказываем? Да мы не давить пришли Мы пришли донести до суда голос общественности Ну вот что, господа общественники Суд у нас беспристрастный Так что никакого контроля я не потерплю Единственное, что могу вам обещать Это честно разобраться во всем Ваша честь Я как непосредственный начальник Господина Бурмакина Должен заявить Таких ветеринаров, как Константин Георгиевич Надо еще поискать Он один из наших ценных кадров И мы никому не позволим Так бесцеремонно обращаться с нашими лучшими работниками Вы не волнуйтесь Я прошу тишины в зале Вы не волнуйтесь, Георгий Георгиевич Продолжайте Но как же не волноваться Как же не волноваться, Ваша честь Когда такие безобразия в Москве творятся Мало того, что нас постоянно недофинансируют Зарплаты у нас в ведомстве мизерные Так нас еще теперь и в наркоторговле обвиняют Должны А вот из-за этих постоянных провокаций Я не побоюсь этого слова Именно провокаций Именно провокаций Из-за них в Москве практически сорвана Программа стерилизации бездомных животных И как правильно заметил, господин адвокат Сегодня операции на животных Можно либо делать без наркоза Либо вообще не делать И в результате все операции И плановые, и экстренные Проводятся полуподпольно Да-да-да, полуподпольно А клиники Самым высококачественным оборудованием Простаивают Пустуют А высококлассные специалисты Делают животным прививки Или им когти стригут Точно маникюрщицы какие-то А почему? Потому что боятся За решетку же никто не хочет идти? Юрий Эдуардович Никто Вы не можете пояснить Какие препараты Минздравом сейчас разрешены Вместо запрещенного альфавина? Есть, есть Препараты Их правда немного Но все они хуже альфавины И как вы правильно заметили Они только обездвиживают животное Так сказать, вводят в ступор А боли не снимают Без альфавина Ну никак не обойтись Есть правда Рометар Но анестезия рометаром требует Большего количества данного препарата А это оказывает На животное побочные воздействия Вызывает рвоту Животное может проснуться во время операции А после операции возникает состояние Угнетения Да, и оно может длиться несколько дней Вот тут некоторые пытаются доказать Что Константин Георгиевич Плохой врач Или даже преступник А я вам официально заявляю Что Константин Георгиевич Не преступник У него руки золотые Он моего Арсения Из такой ситуации вытащил Если бы не Константин Георгиевич Мой бы Арсений умер По данным Всемирной Организации Здравоохранения В качестве наркотического средства Альфавин использует лишь Одна тысячная процента От числа наркоманов И считать его полноценным наркотиком Было бы весьма прометчиво В нашей практике встречаются лишь Единичные случаи его применения Ваша честь Позвольте замечать Да, да Увы, но у прокуратуры совсем другие данные Дешевый альфавин еще совсем недавно Был весьма популярен среди наркоманов Я не отрицаю Был Ну не то чтобы недавно А лет уже восемь назад Видите ли Наркоманы его быстро раскусили И теперь они его боятся Потому что смогли убедиться Все альфавинчики Очень быстро умирают Проходите, Марина Андреевна Спасибо большое Я к вам заходила, вас не было Угу Не, ну сделайте нам чай Была в Верховном суде Пыталась поднять ситуацию Ну и как? Разобрались? Действуйте согласно Установленному законодательству То есть мы опять попали в эпицентр Общественной компании А эти ходоки завтра обещали Пол Москвы под окон к нам привезти Представляешь С кошками и собаками Что вы думаете, приведут? Ну насчет пол Москвы они преувеличивают Но что завтра будет твориться Под окнами Марин Как у нас дело продвигается? Ну ничего, потихоньку Не торопясь, не спеша Ну куда торопиться? Приговоры все равно не избежать А вы что, уже к каким-то выводам пришли? Ольга Петровна, какие могут быть выводы? Это совершенно дурацкая ситуация Какой-то крючкотвор Забыл в месте лекарства Список разрешенных Угу То, что у нас запрещено, то он не разрешен Ну, ветеринар, как это ни ужасно, виноват И срок ему грозит большое Спасибо большое Конфликт законов Но мы-то с вами не можем изменить Федеральное законодательство Так что, увы Увы, увы Какая собачка красивая Надя, иди сюда, доченька Надя, иди сюда Здравствуй, собачка Можно тебя погладить? О, места! Ну, собачка какая-то Что, испугалась? Что же вы за ребенком не смотрите? Слушайте, да такую собаку нужно в намордники выводить Вы с моей мамой лучше не спорьте Она у меня судья И если что, очень даже быстро вас засудит Подумаешь, судья Пойдем отсюда, Баффи Ну, ты видишь, какие бы у вас злые собачки А ты говоришь, давай купим, давай купим Мамочка, она не злая Она просто невоспитанная Потому что у нее хозяин невоспитанный А мы же ведь с тобой воспитанные, правда? Ты думаешь? Конечно, даже знаю А раз мы с тобой воспитанные А то и собачка у нас будет воспитанная Ты понимаешь? Ну, пойдем Слава богу, вегетарь! Видали, сколько на сегодня пришло? И это только начало Пора показать взорвавшимся бюрократам, кто в городе хозяин Но на самом деле, у нас на улице ходят тысячи распространителей наркотиков Однако с ними ничего не решается Да поймите же, Ольга Петровна Помимо формального закона, есть же здравый смысл И с точки зрения здравого смысла Все обвинения против несчастного Бурвакина Бреда, хинея, чепуха или подлая провокация Да я думаю, что это хуже, чем провокация Это просто глупость, понимаете? Глупость Вот именно! Ведь вы же согласились? И ваш пикет, который вы устроили у нас под окнами Это не меньшая глупость Ну чего нам вещать-то? Вы бы обратились в администрацию президента У себя, в конце концов, в доме решили бы эту проблему Просто внесли изменения в закон Да я вам говорю, президент в курсе Закон готовится Ну вот когда он будет готов, мы тогда с вами поговорим Сейчас я не могу по вашей просьбе Изменить уже существующее законодательство Да мы не игнорируем Мы просим вас подождать Каким образом? Как? Нам что, взять бюллетень всем судом? Либо улететь, отдыхать куда-нибудь? Ну как? Ольга Петровна, вы что, издеваетесь? Да нет, дорогой мой, это вы издеваетесь Лучше если так говорить, положа руку на сердце Скажите, уж так чисты ваши помыслы? Вы обвиняли спецотдел, что они использовали момент? А вы разве не использовали момент? Это что у нас там под окнами? Не пиар ли вы устроили? Правильно, это пиар Что? Ну знаете Не хотите по-хорошему, будет по-плохому Мы добьемся своего Не здесь, так выше стоящих инстанций Очень хорошо Идите и жалуйтесь Нам не впервые Ольга Петровна, не ожидал от вас Не ожидал До свидания До свидания Да, Ольга Петровна Как вы его? Да, с волоками жить, поволчь и выть Обвиняемый Бурмакин был задержан с поличным При попытке сбыть особо опасный наркотик Альфавит В количестве, которое по закону классифицируется как особо крупный размер В этом преступном деянии подсудимый использовал свое служебное положение Что является отягчающим вину обстоятельств За время судебного разбирательства Обвиняемый вины своей не признал Исходя из всего вышесказанного Обвинение требует Назначить Бурмакину Константину Георгиевичу Наказание, предусмотренное статьей 228, часть 3 Уголовного кодекса Российской Федерации В виде лишения свободы сроком на 10 лет И штрафа в размере 300 тысяч рублей Слово предоставляется стороне защиты Пожалуйста Ваша честь Мне кажется, что все, что здесь происходит Это просто издевательство над здравым смыслом Из-за чего впоследствии страдает очень хороший человек Нужный обществу сотрудник, врач Ваша честь Защита требует Признать Бурмакина Константина Георгиевича Невиновным в связи с отсутствием состава преступления Заключительное слово предоставляется подсудимому Пожалуйста, Константин Георгиевич Ваша честь Товарищи Я слышал, что альфавин Чему-то запретили к обороту в нашей стране Но я думаю, это касается обычных людей Тут вообще все как-то запутано У нас в клинике до сих пор на стене Висит приказ правительства Москвы В котором черным по белому сказано Что в целях стерилизации домашних животных Может применяться этот самый альфавин Вот такое дело Я ведь применял его только по работе в медицинских целях Знаете, все это как-то не по-человечески Позвонили, заманили, повязали Как будто я бандит А я не бандит Я бандитов сам ловил Я на афганской границе кинологом работал Собатчик обучал этому делу Мы в год до пяти тонн наркотиков изымали А теперь сам Прохожу по наркотической статье Ну, разве это не обидно? Я только хотел помочь животным Чтобы оно не страдало Понимаете? Константин Георгиевич Да, Ваша честь Вы понимаете, что вы применяли запрещенный препарат? Ваша честь, ну как его не применять? Вам же объяснили здесь Специалисты, что Оперировать без альфавина невозможно Животным больно Поймите Константин Георгиевич Вы признаете себя виновным? Нет, Ваша честь Суд удаляется для принятия решения Нина, отнесите в прокуратуру Потом зайдите ко мне, хорошо? Это срочно? Срочно Хорошо Здравствуйте Здравствуйте Здравствуйте, можно Ольга Петровна? Здравствуйте, Марина Андреевна Да, проходите Что там у вас? Что это у вас? Там все написано Так, заявление Прошу освободить меня От введения уголовного дела Ну я много повидала на своем веку Но чтобы вот так Посредине процесса Судья Ольга Петровна Я не хочу и не могу Выносить приговор невиновному человеку Марина Андреевна Я не буду Подпишите, пожалуйста Садитесь Сядь, кому говорю Это что за детский сад? О себе только думаешь А мы здесь, оставаясь и расхлебываясь Ольга Петровна, я не хотела, но... Не хотела? Вот и молодец Поэтому Вы заберите свое заявление И больше никому не показывайте Идите, работайте Марина Андреевна, вы свободны Идите, работайте Что-то еще? Ольга Петровна, у вас выпить есть? Еще хуже Была судья дезертир Стала судья алкоголик Ну-то молодец Свободу ветеринару! Свободу ветеринару! Свободу ветеринару! Свободу ветеринару! Свободу ветеринару! Свободу ветеринару! Приговор именем Российской Федерации. Суд Щекинского района города Москвы в составе председательствующего судей Серегина Марина Андреевна при участии государственного обвинителя прокурора Зубова Андрея Викторовича, адвоката Шпагина Константина Олеговича, при секретаре Уховой Инге Витальевне, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Бурмакина Константина Георгиевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 ст. 228 УК РФ незаконный оборот наркотиков в особо крупных размерах, постановил признать Бурмакина Константина Георгиевича виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 ст. 228 незаконный оборот наркотиков в особо крупных размерах Уголовного кодекса Российской Федерации и приговорить к пяти годам лишения свободы. Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в течение 10 суток с момента его оглашения. Судебное заседание объявляю закрытым. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Держи. Спасибо. Вот твой приз. Да какой приз? Ничего не рада. Настроение отвратительное. Ну, любимый галстук. Здорово. Привет. Вон, держите. Благая весь сверху. Лекарство в законе. Решением неочередного заседания специальной комиссии министерства здравоохранения препарат Альфавин включен в список основных лекарственных препаратов. Короче, Альфавин в законе. И в принципе, любая клиника может его использовать, только нужна специальная лицензия. А все в порядке, все дела по поводу ветеринаров закрыты. Я, кстати, сегодня был в Мосгорсуде и подал апелляцию об отмене этого решения. Моего. Ну а что, просто немного не повезло? Зато тебе сегодня в бельяр повезло. Ой! Собака! Ты зачем наших птичек прогнала, а? Такая большая, таких маленьких обижаешь. Ну, зачем? Расскажи. Ну что, все твои голубочки улетели? Да. И собачка прогнала. Знаешь, мам, я пока что собачку не хочу, а то они меня не слушаются. Вот когда вырасту, наверное, заведу себе собаку. Ты моя маленькая. Ну, пойдем. Пошли. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у Субтитры создавал DimaTorzok